Альцаревич, ну что там у нас Волчевский-то? В Волчевске у нас приостановка работы. Рабочие цех от ЛЦ-2 приостановили работу до полного погашения долга по зарплате вчера. К ним присоединились другие рабочие. Рабочие из ТАНО-600. Сегодня на утро присоединились все и железнодорожный цех, и кислородно-конверторный цех. Начали сливать чугун на склад холодного чугуна. Но сегодня рабочие комбинаты подверглись, естественно, давлению со стороны администрации. Им сделали подачку, у них уже есть первая победа. Им заплатили 19% заработной платы за май, хорошо, хоть этого года, и аж 8% зарплаты за июнь. Это в цифрах абсолютно примерно сколько? Ну, средняя заработная плата у металлурга в Волчевске это 11 тысяч рублей. Вот можете посчитать, что такое 8%. Вот как люди живут, как люди кормят детей и обеспечивают. За тысячу рублей можно остановить забастовку теперь, получается? Да, да, да. И вот находятся такие люди, которые говорят, что вы знаете, наш генеральный директор, этот Николаенко. Он, кстати, металлург? Не, не металлург, он бывший работник Донецкой облад-администрации, там, по внешним связям. У него задачи были развитие предпринимательства, этого малого, среднего, большой, у нас же край не большой промышленности, а кода предпринимательства. С 2014 года по 2017 год он был в Киеве, вот, и в конце 2017 года в Донбассе произошла так называемая национализация промышленности, шахт, заводов, фабрик. Вот, и под видом того, что, ну, вы же знаете, что республики никто не признал, вот, поэтому надо как-то сбывать продукцию, поэтому есть такое замечательное предприятие ВНИШТОРСЕРВИС, вот, которое все это отлично сделает, вот, у них есть связи, там, в Москве, вот, у них в Москве отличный офис, вот, и этого Николаенко поставили руководить Алчевским металлургическим комбинатом, вот, не имея никакого отношения к металлургии. Это сейчас такой общий тренд. То есть, можно буквально хоть вот обезьяну в джунглях поймать, косты и отрамить, и поставить руководить хоть комбинатом, хоть научно-исследовательским институтом, там, чем угодно. И справиться. Да, да, комбинат добивается, да, и он такое следующее говорит, что пока в Москве сказали какие-то люди, непонятно, ну, ты же уже скажи кто именно, там, имя, фамилия, чтобы люди знали, там, с кого спрашивать, если что. Вот, вдруг в Москве тоже политический режим рухнет, да. Что он сказал, что пока политическая ситуация на Украине не стабилизируется, денег пока не будет. На Украине? Да, денег в Алчевске пока не будет. А, это интересное. К сожалению, вот такого давления не выдержали работники железнодорожного цеха и доменного цеха. Слушайте, а я не очень понял, а от русской продукции идет? От русской, конечно, она шла в мае, в июне, в июле. А что значит денег нет? Ну, рожает пускай, как говорится в таких случаях. А если найду, куда деньги-то, где деньги-то? Люди их уже заработали, это их деньги. То есть, получается, что даже если посмотреть на тот штат службы экономической безопасности, на те зарплаты многомиллионные этого Николая... А у Заметителя директора по экономической безопасности тоже зарплату задерживают? Нет, нет, нет. А продукцию бесплатно отдают? Нет, или в яму какую-то сваливают? Вот это непонятно. Причем, у меня сейчас нет цифр, у меня работники Алчевского металлургического комбината приводили, но у него контракт, по-моему, что-то около 5 миллионов рублей в год у Зама Николаенко, сотрудника экономической безопасности. Ну, вот таким людям зарплату не надерживают. Такие деньги есть. Который приехал из курортного Сочи. Ну, понятно, по 11 тысяч в месяц денег нет. В Дымный Алчевск. А на 5 миллионов зарплаты деньги есть. А на 11 тысяч денег нет. Да, и на красивые машины, на которых они ездят, все это есть. И на прекрасный офис в Москве у них деньги есть. И на счетах российских, у них штурс-сервиса, денег навалом. Это у нас, мы знаем, и по шахтерским делам. Когда нужно, деньги сразу находятся. А как-то вот рабочих, которые приступили к работе и перестали за эту подачку продолжать свои действия, их как-то наказали, их пытали, били? Нет, нет. То есть все сами. Нет, все сами. Люди, неужели вы готовы дальше бесплатно работать? Как вы посмотрите в глаза своим женам, детям? Как вы вообще будете по улице Молчевская ходить? Вы же рабочие цехов ТЛЦ-2, 100 на 600 пошли, получается, вперед в атаку, а вы остались в окопах и посмотреть, ну и что с ними будет? Как вы? Вы же предатели. Нет, не предатель, это благотворительные. Вы хотите помешать людям, свободным людям, свободно заниматься благотворительностью. Они спонсируют. У них что, как сервис имеют право на это? Ну, они, если я имею в виду, подставляют своих товарищей? А вот, ну, а те злые, они вот не хотят спонсировать у них что-то первых, если у них жалко 11 тысяч своих ежемесячных, а эти вот товарищи, они спонсируют. И у них нормально уложился вопрос в голове о том, что должно сначала урегулироваться на Украине обстановка, а потом у них будет зарплата. А вот это вообще интересный вопрос. Что вообще понимается под нормализацией обстановки на Украине? Вот это вот, что это? И почему не в Белоруссии, например? Подождем выборов в Америке, может быть, да? А, да, в Америке еще не нормализовалась обстановка. Вот вопрос, это те, кто сейчас вышли, все-таки работают, они за нормализацию обстановки на Украине, получается? Ну, или на Украину работают. Или им хватило 19% зарплаты за мое и 8% зарплаты за июнь, вот, они еще могут пожить несколько месяцев. Воистину богат тот, кто довольствуется бабам. Самые богатые. Да, 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 да. Да, ну это самое, благотворители. Ну и надо сказать, товарищи, что это вот не какой-то такой выброс или что-то ненормальность какая-то, совершенно нормальная. Сколько рабочие дают капиталистам, столько капиталисты будут с рабочих и брать. Никто рабочим лишнего не даст. А лишнее все то, что рабочие жестко не попросили. Что рабочие жестко попросили, то вот это и не лишнее, как выясняется. Вот, если бы выбили рабочие себе зарплату хотя бы 1050 в месяц, ну и чтобы в мыслях такого не было, чтобы на месяц задержать. Вот и спокойно в бухгалтерских расчетах во всех эта цифра фигурировала бы, и деньги нашлись бы с лихвой. Там сейчас небоскребы в Сити строятся, наверное, в Москве на эти ваши пожертвования добровольные. Идет отгрузка продукции в полном объеме. Забастовка это очень болезненно, как я понимаю, и пока. И это очень хорошо, что она болезненна. Значит, нужна ваша продукция. Значит, платят за нее деньги. Если вы не будете работать, будут убытки нести. Этим надо пользоваться, и это надо использовать. Ну, а как еще-то? Ну, вот это непонятно. Товарищи рабочие, в помощь к вашей забастовке уже подключился не только независимый профсоюз шахтеров, но и рабочая партия России со своими ресурсами. Подключаются информационные ресурсы. В Москве в начале недели будет большой разговор. Но все это не будет иметь никакого смысла, если вы сами не удержите те позиции, которые сейчас захвачены. То есть, коллективные действия, приостановка работы, душить этих капиталистов до тех пор, пока не рассчитаются полностью. Не поддавайте на такие уговоры. Они будут обещать сейчас все что угодно. Повышение зарплаты к сентябрю. Да повысить зарплату можно хоть в 10 раз еще не платить. В 10 раз, да. Если я не платить, да. Какая разница? Я сейчас могу пообещать. Будем вам платить с сентября уже пообещали, с октября по миллиону. Значит, надо сказать, что мы в Ленинграде уже ели. У меня вот товарищ один работал на заводе авиационного приборостроения России. Это крупный завод очень на берегу Невы. И там сейчас надпись Samsung на нем гордо красуется. Раньше было написано Россия. Напротив Авроры, да? Ну, прямо, да. Вот. Синяя такая надпись Samsung. Раньше было Россия написано большими буквами, а сейчас вот Samsung написано. Вот. Так там было как в 93-м, 94-м годах. Там несколько было таких вот волн накатывала. Раз, не платят, не платят, не платят зарплату. А цифры в расчетных листках, расчетные листки выдают. Цифры там достаточно интересные. Ну, народ как-то там поджимается, занимает. Вот за то, как мы получим там, купим себе машины, дачи, ля-ля-ля. Потом, хоп, меняется собственник. Новый собственный говорит. Ребята, значит, это все вы забудьте, я вам еще не должен. Вот я пришел такой хороший, красивый, я теперь вам буду все платить. И месяцев несколько, большую зарплату платят больше, чем раньше. Они так все успевают. Потом какие-то опять сложности начинаются, то-се, опять где-то полгода не платят. Потом опять новый собственный. Или так с ними раз пять-шесть. И все, и нету больше предприятий авиационного приборостроения России. И нету почти сейчас авиастроения. Ну, вот сейчас только в последнее время, что там авиастроение начинает шевелиться в России. И вот так вот. А прибористика, там я не знаю, чья там прибористика, авионика так называемая. В этих самолетах, которые там даже российскими считаются. Нет, российские, какие там производятся немножко самолеты сейчас. Российские, это самая, чья там авионика, я не знаю. Так что это вот так вот. И здесь надо понимать, что это не шутки. Это не то, что сейчас плохо, а потом что-то сменится и будет хорошо. Уничтожат ваш комбинат, его за три месяца не построишь. И за три года новый не построишь, особенно по нынешним временам. Это будет подорвано полностью основой вашего благосостояния. Арчевск, ну нельзя сказать, что это совсем уж моногород при этом комбинате. Но это, конечно, на комбинат в честь точно влияет. Там когда-то 30 тысяч человек работало. А все в Арчевске там 1060-1080. 100 тысяч населения. А, 100 тысяч. Ну, может, сейчас меньше. Сейчас 100 тысяч. Но это 30 тысяч только работников работало на комбинате. Вместе с женами и детьми это почти... Есть эти 100 тысяч. А сейчас-то реально, я думаю, там намного меньше, потому что поуехали многие и так далее. Так что вот это думайте. Арчевск, это моногород, не будет комбината, не будет Арчевска. А комбинат вот забьют такими последовательными приближениями. И так люди уходят. Я слышал, что Новолипецкий металлургический комбинат кадрами с АМК укомплектован. Да, что-то такое. Да, да, да. Там без кадров-то никуда. Без квалифицированных людей. Уже сейчас там многие работы нельзя проводить на АМК. Совсем это и все. И будут руины на месте этого завода. У нас полно в России таких. И ЗИР. Ну, и много до этого там замучаешься перечислять. Руины стоят и все. Вот как после войны, как после бомбежки. И у вас то же самое будет. Арчевск не бомбили во время войны. Ну, вот сейчас вот так. Так что поэтому это не пустяк. Это уничтожение комбината. Уничтожение Арчевска. Уничтожение республик. Уничтожение людей. Уничтожение населения. И надо адекватность. Такое понятие, как адекватность. Такие вещи надо реагировать адекватно. А работать за бесплатно. Это неадекватные вы люди. Я вам хочу сказать. Работая за бесплатно, вы убиваете свой комбинат, свой город, будущее своих детей. Поэтому те рабочие, которые вильнули, давайте немедленно опять приостанавливайте работу. Если не хватает сил прям на приостановку, начинайте хотя бы итальянскую забастовку. Все выполняйте по правилам, чтобы на то, что у вас уходило час времени, уходила целая смена. Вы должны создать такие условия, чтобы у них не было никакой другой возможности, как не выплатить вам полностью деньги. Все, которые вы уже заработали. Другого пути нет. Да. Другого пути нет.